ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Можете посмотреть это колечко 750-й пробы? Ну что, Сереж, подписал тебе шеф заявление? Подписал. Все, ухожу. Ну, ты же знаешь, охранник, не мое, это все не от хорошей жизни. Всем лежать! На пол, на пол! Деньги, деньги, быстро! Пакет, деньги, быстро! Да ты мне денег! Я знаю, есть! Лежать всем! Лежать, я сказал! Деньги клади! Давай, давай, быстрее! Давай, давай, шевелись! Деньги, быстро! Деньги, быстро! Деньги, быстро! Субтитры подогнал «Симон» Предыдущие компьютерные гении вылетали от нас в первый же рабочий день А это почему же? Увидите нашего шефа, все поймете Миша, да ладно тебе, преувеличивай Просто Тарыгин очень требователен к своим сотрудникам Ой, вот вы знаете, у меня тут эти окошки, вот они вот Я посмотрю Посмотрите Ой, что ж у вас столько вещей-то понабросано на клавиатуре Они ведь зажимают клавиши Да? И задают компьютеру такие задачи, с которыми он справится в совершенно несостоянии И потом у вас только окон открыто Я бы вам посоветовал почаще перезагружать компьютер и делать дефрагментацию диска Он это очень любит Владимир Александрович Молодой человек, который меня сейчас отчитывает Наш новый компьютерщик Алексей Маслов Здрасте Здрасте Здравия желаю Господин подполковник Я вижу, у вас в институте не было военной кафедры Ну почему же? Была Прошла мимо вас А вы так не похожи на среднестатистического компьютерщика Что? Одет приличный и глаза не красные Так вы тоже не очень похожи на ботаника-аналитика Миша Да На лахте ограбили ювелирный магазин, труп, огнестрел Собирайся, поедем Понял Да, Леша, такими темпами долго вы у нас не задержитесь Значит, пока меня нет, почистите компьютер от вирусов А потом, потом решим, что с вами делать Мария, может приметы какие-то? Хромал, заикался Высокий, метр с кепкой, татуировки может быть какие-нибудь Я не знаю, так все быстро произошло Я работала, а Сергей тут стоял И тут сразу все так это случилось А Сергей, он пытался пистолет вытащить И не успел Ясно И еще грабитель знал то, что у нас выручка очень хорошая Деньги, быстро Да там нет денег Я стою здесь Ну, что медики? Медики сказали, что… Ну, короче, охраннику сразу кирдык настал Думычку, а чего я такого сказал? Слушай, Светков, иди кофе принеси нам Андрюк, либо у грабителя здесь сообщник, либо он сам отслеживал, когда приезжают и забирают деньги Я думаю, что сообщник, но я бы с таким отморозком дело не имел Почему? Стрелял отсюда, а оттуда ехала машина и все в молоко Не зацепил никого? Ну С Цукером Илья, нормально, а пожрать Ну, если закрыто там? В открытом магазине любой дурак может купить Спасибо, Светков Подержи Бело Ты ж вроде не куришь Так Дай мне, что ли Сергеич, ты ж тоже вроде не куришь Так вот вчера закурил Мужики, ну не смотрите вы на меня так Да мы тут услышали, Карпенко подписал твой рапорт об уходе Может зайдешь, поговоришь с ним? Я ни перед кем на брюхе ползать не собираюсь Подписал рапорт и слава богу, плакать не знаю Вместе с медкомиссией по врачам поболтаюсь и все, свободен Вот оружие преступления Ну что? Ну что? 6П-42 Такие модели прекратили выпускать в 96-ом Свол заменен Возвратный пружинный затвор Классика жанра Так А вот это интересно Что там? Вот смотри, в нижней части затвора так называемая борода А ее в оригинале не было Значит это сделал мастер А зовут этого мастера Петр Лунев Так что давайте Работайте Борода Да Можно тебя на секундочку? Да Я не знаю какую ты игру ведешь Но мне плевать на то, что тебя прикрывает Карпенко Я работаю последние месяцы, мне терять нечего Но если ты еще раз подставишь моих ребят Я и забью в кровь твою самодовольную рожу Че ты лыбишься? И что это с ним случивше? А? Ты че дома не ночевал, Миша? Кто? Я? А что ночевал? Тебе просто переодеваться надоело? Я тут очень важную информацию между прочим узнал Так Вот у этой сотрудницы, у Марии Копыловой был роман с убитым охранником Который незадолго до этого успел подать бумагу на увольнение Но она не сказала, по какой причине он это сделал То есть ты считаешь, что он перед увольнением решил обнести магазин, в котором работает И пошел на сговор с грабителем? Ну… Исключено Ну почему исключено? Ты часы его видел? Видел Часы новые, недавно куплены, ремешок изнутри еще не за нужен Такие часы стоят где-то около двухсот тысяч рублей А сколько было украдено из сейфа? Шестьсот пятьдесят тысяч и пятнадцать тысяч из кассы Где-то так Давай подумаем, зачем человеку, который носит часы за двести тысяч рублей грабить магазин? Ну, может быть, он взял эти часы в кредит и… И попросил кого-то помочь ему Но это смешно И еще, пистолет его ты видел? Да, снят с предохранителя, значит собирался стрелять А разве так встречают? Сообщников? Володя, я согласен, так и встречают Вот позвонишь Ольгиной, пускай она поедет ко вдове убитого И побеседует с ней Хорошо Подожди, почему ко вдове? Он что, был женат? Подожди, кольца на пальце не было, как ты узнал? Миша, ты тормозишь, тебе очень вредно не ночевать дома Я посмотрел его паспорт, который лежит во внутреннем кармане Значит, Шульгина пускай узнает, во-первых, откуда у него столько денег Раз Да, и знала ли его жена о том, что муж ей изменяет Все будет сделано Замок? Вот здесь, может быть? Кто? Дело есть Что надо? Слышь, нам из одной штуки надо сделать другую штуку, нам тебя порекомендовали Я понял, материал с собой? Конечно, с собой Добрый день, еще раз Здрасте А сколько будет стоить? От двухсот Деньги с собой есть? Деньги есть Андрюш, давай деньги Ага Давай Куда? Куда? Аааа Тихо-тихо-тихо-тихо Ээээ, не надо, не надо! Я расскажу! Что ж ты громкий-то, капитан Белов Человек вспомнил сейчас, все расскажет Помню я этот пистолет, таких лет десять уже не выпускают Вот, там переделать-то полдня работы. Почти копия Макарова. И еще вспомни, пожалуйста, как выглядел клиент. Лицо не помню. Ну, я прям не знаю, ну… Эх, парень приходил. Обычный такой парень. Росту среднего, волосы темные. Как представился? А мне его имя, без надобности, не родственник. А как давно приходил? Как давно? Три месяца назад. Ты ничего не путаешь? Нет, я тогда подшился как раз, так что хорошо запомнил. Молодец какой. Видишь, Белов, человек подшился. Пример для подражания. Ты не язви, начальник. Мне так-то недолго осталось. Болею я. Врачи сказали, год-полтора. Потому и подшился, что пожить еще хочется. Ну, что, в КПЗ повезете? Да подожди, с КПЗ. Скажи, как часто тебе такие заказы поступают? Бывает. Ну, вот как еще будут? Непосредственно. Сразу мне звони. Хорошо? Ты стучать мне предлагаешь? Я нет. Нет, ну что ты? Нет. Сдохнешь своей постелькой, когда там тебе назначены. А если нет, оформи вторую ходочку. Бывай. Наш клиент. Тормозни. Ты это видел? Ты это видел? Да. 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 Андрюха, завязывай уже. Серега, ну, ты что? Ну, опять молоко, а? Пошли. Слушай, сейчас повезет. Дай полтинник. Ну, пожалуйста, дай полтинник. У меня сто. Давай сотку, я отдам. Последний раз. Дайте два. Да. И большему билетов не давайте. Ну, мне-то один-то давай. Да ну, что ж такое-то, а? Ну, не может ведь такого быть, чтобы все время человеку не везло. Ведь я же немного прошу, хотя бы один раз, чтобы почувствовать вот этот вот упоительный вкус победы. Упоительный вкус победы. Да. Поздравляю. Вы выиграли пять тысяч. Спасибо. Тихо-тихо. Пожалуйста, возьмите. Бери, Белов. Вы аферисты. Соку отдам. Хорошо. Всего доброго. И вам. Спасибо. Ирина, какие отношения у вас были с вашим мужем? Нормальные. Правда, после того, как его фирма обанкротилась, он, знаете, как-то отдалился от меня. Да? А какая фирма? По продаже бытовой техники. Они с другом Кириллом Самохиным организовали. Сначала все хорошо было, деньги появились. А потом у них какой-то склад сгорел и… Скажите, а на этой фотографии кто с вашим мужем? А это как раз Кирилл. Он тоже работу нашел, но они с Сережей мало общались. У каждого свои дела. Да Лунев-то у нас теперь на крючке и будет сообщать нам по каждому клиенту. Сергеич, ты все-таки скажи, над твоим увольнением Старыгин постарался? Да. Понял, выезжаем. Машина грабителей нашлась. Так что, Серега, забирай Белова из буфета и давайте-ка на выезд. А ты иди домой. Вы знаете, на руке у Сергея очень дорогие часы. Откуда они у него? Он сказал, премию дали на работе. Ирина, вы меня простите, я просто вынуждена задать вам этот вопрос. Ваш муж вам изменял? Мне кажется, что да. Да, Аркаш, чтоб не забыла, первое издание блока с иллюстрациями Аненкова берем. Ну, не раритет, конечно. Но ты ж знаешь, я эти вещи люблю. Слушай, у меня кто-то на второй линии. Перезвоню, целую. Здравствуй. Здравствуй, дорогой. Привет, Маргош. Ну, говори, чего молчишь? Молчаливый ты мой. Марго, а я рапорт на увольнение написал. О, как. Сам написал или попросили? Если я сейчас к тебе заеду, не выгонишь? Ну, куда от тебя деться? Давай, заходи. Слушай, у меня сейчас вторая линия, я тебя жду. Давай. Пока. Звучит музыка. Звучит музыка. Здравствуй, Гриша. Чем порадуешь? Ну, смотря что для тебя радость. Парень, наркоман со стажем, на руках живого места нет. Есть подозрение, что он откинулся еще до того, как встретился с остановкой. Наркоман? Теперь понятно, откуда беспредел. Во всех стрелял, а ни в кого не попал. Ну да. Но он, наверное, отметить хотел. С дозой тоже перепромазал. А, еще. Что еще? Вот, багажники нашли. Ладно. Пойду работать. Вот и нашлось. Поздравляю. Дело раскрыто. Ну что, порадуем Глеба Сергеевича? А как думаешь, дадут ему уйти? Или, может быть, все обойдется? Неужели Карпенко такой дурак? Ой, Андрюша, кабы знал, доведал, всего бы отведал. Ну, привет. Привет. Это тебе. Спасибо. Сам составлял? Да. Да. Видно. Давай, заходи. Данилов, можно мне задать тебе очень серьезный вопрос? Да. Откуда ты берешь вот это великолепие? В магазине. Я тебя очень прошу, не покупай больше. Слушай, я же это не ем. Ну, ты же знаешь. Ни при какой погоде. А раньше любила. Помнишь, в институте? На праздник покупали их. Слушай, а вот это сейчас некорректно. Некорректно напоминать мне о моем возрасте. И я тебя еще очень прошу. Пожалуйста, вот в следующий раз, ну, не покупай ты мне вот эту сладкую водичку. Так это шампанское. Шампанское покупаю только во Франции. И то не везде. И стоит это шампанское две твоих зарплаты, плюс премия. А что ты тогда пить будешь? Слушай, чего я буду пить? Водку. Нашу русскую водку. Давай, наливай. Наргоша, помнишь в институте, а? Слушай, у нас сегодня вечер о воспоминаниях, да? Да нет. Чего нет? Просто весело было. Помнишь, как в колхозе? Напилили с дешевого портвейна и на раздевание в карты играли. А потом… Что потом? Что потом? А… Ты что, не помнишь? Да успокойся. Обиделся. Помню. Давай лучше расскажи, как тебе угораздило заявление об уходе написать? А, как ты угораздило с начальством поругался? Маргоша, давай выпьем. Для начала. Ну, давай только ты потом закусывай. Угу. Докусывай. Так он свой. Ага. О, приехал. Ничего ему не спится. Мы уже все раскрыли. И этого все время с собой возят. Серега, не заводись. Добрый вечер. Товарищ подполковник, извини, пожалуйста. На секундочку, можно? Что такое, майор? Вы в своем уме… Что себе позволяет? Тихо, тихо, тихо. Тебя никто не трогает. Подожди, Белов. Я знаю, это вы спровоцировали Данилова. Да почему на вы-то? Это ты заставил принести его рапорт, правильно? Почему на «ты» и что это за тон? Вы что, тоже хотите вслед за Даниловым положить рапорт на стол? Идите, подумайте о своем поведении. И потом объясните мне, что это было. Пойдем, Серега. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, братишка, сходи. Что тут происходило вообще? Садись в машину. Знаешь что, ты не переживай. Если что, ты пойдешь работать ко мне, начальником службы безопасности. Не, не пойду. Что там у тебя делать? Следить за тем, чтобы твою антикварную мебель девятнадцатого века из твоего магазина никто не утащил и не испортил? Неа. Ну, как хочешь. Понимаешь, мне что медкомиссию пройти надо. И все, на пенсию. Ну, в конце концов, хоть время свободное появится. Вот что ты себя обманываешь, а, Данилов? Не сможешь ты без своей работы, не сможешь. Вот тебе мой совет. Иди к начальнику, изобрази раскаяние, и все будет окей. Понял? Вот давай за это и выпьем. Давай. Трупы не так давно забрали, словом, без вас не стали досматривать. Можно фонарик? Пожалуйста. Спасибо. А что тело увезли, нас не дождались. Ну, как обычно. Мы, считай, убогий аналитический отдел. Так. Что у нас тут? О, посмотри-ка. Ага. Так. А ну-ка сюда посвяти, Миша. Так, подожди. Пакетик есть у тебя? Пакетик есть. Сейчас дам. Держи. Не жалеешь, что из оперов-то ушел? Ты знаешь, нет. Маргуш, а можно я сгурю? Ты же бросил. Бросишь тут. Ну, ладно. Вон пепельница, иди гури. Ага. Ты с кем живешь, Марго? Ревнуешь? Не ревнуй. Ни с кем не живу. Ты же знаешь меня. Я одиночка. Врешь. Слушай, какая тебе разница, а? Ну, ты спросил, я ответила. Да мне большая разница, ты знаешь. А помнишь, как на третьем курсе… Я помню, как я к Старыгину в больницу ездила. Так, я с работы выхожу. Да я все время на работе. Да нормально у меня голос. Все, через полчаса буду. Голодный? У меня борщ готов. Ну? Да нет, спасибо, я не хочу. А чего это? Ты на работе поел? Да, на работе. Глеб, а что такое от тебя куревом пахнет? Глеб, ты семь лет не курил. Ну, я не маленький. Слушай, а что это у нас? Тихо, а где дети? Так, а чего, Маринка у соседки сидит, Витюшка спит уже. А Лене. Ну, сколько раз тебе можно говорить, что водку нужно держать в морозилке? Так, Глебушка, у тебя же горло. А кто тебе сказал, что от водки может болеть горло? Кто? Гриша, привет. Что можешь сказать по вчерашнему трубу? Привет, Владимир Александрович, присаживайся. Да мне как-то неуютно у тебя рассиживаться. Ну, как хочешь. Слушай, я не закончил просто. Ну, правда, над душой стоишь. Ну, я буду стоять, Гриша, буду. И вот что скажи мне еще. Ничего лишнего в крови этого наркомана не обнаружено? Ага, значит, ты знал. Так, зачем я тут вообще сижу, а? Слушай, ну, поначалу думал, что у парня передоз классический. А, оказалось. В общем, я сделал химию. Остановка сердца у нашего клиента произошла не от передозировки. Ему в героин подмешали один препаратик растительного происхождения, который вызывает остановку сердца. Заканчивай быстрее, мне заключение нужно. С тебя причитается? Гриша, в две тысячи одиннадцатом, две тысячи двенадцатом годах в Китае за получение взяток были наказаны три тысячи пятьсот семьдесят восемь кадровых работников. Но мы ж не в Китае. Мария, расскажите мне, как долго у вас были отношения с господином Ермаковым? Сережа, у меня отношения были только рабочие, никаких других. Понятно. Вы знаете, очень красивый кулон. Если я правильно понимаю, ваши отношения нельзя было назвать просто служебным романом, да? Маша, если вы не будете со мной разговаривать, нам придется всерьез прорабатывать версию о вашей причастности к ограблению ювелирного магазина и причастности к смерти вашего друга. Он мне предложение сделал. Мы пожениться собирались, а через три дня его убили. Но вы знали о том, что он женат? Да, знала. Он собирался разводиться. Он разлюбил ее. Понятно. Маша, у меня к вам последний вопрос. Может быть, вы знаете, откуда у Сергея незадолго до смерти могли появиться крупные суммы денег? Маша, вы понимаете, что этот прекрасный кулон, который он вам подарил, невозможным было купить на зарплату охранника? У Сережи умер дядя полгода назад. И оставил ему достаточно большое наследство. Интересно. Это уже мотив. Глеб Сергеевич. Здравия желаю. Что с ограблением? Я думаю, что дело можно закрывать. Преступник найден. Купюра соответствует украденным. Очень хорошо. Юрий Юрьевич. Парня этого наркомана убили. Так что дело закрывать нельзя. Вы что? Специально, Владимир Александрович. А что, если он сам купил? Прошок с примесью и окачурился? Вряд ли. Давайте разбираться. Давайте. Мне кто-нибудь русским языком объяснит, зачем это надо? Если у наркомана был сообщен, то почему он не взял деньги? А это шестьсот пятьдесят тысяч. Вот это нам предстоит выяснить. Шульгина съездила ко вдове, побеседовала с ней. Вере Андреевне показалось, что вдова не сильно убивается по поводу смерти мужа. Поэтому я считаю, что нам предстоит заново проверить все связи охранника и грабителя Митрофанова. Да почему? Потому что вере Андреевне показалось. Я устал от ваших споров. Скоро отдохнете. Глеб Сергеевич, подключайте ваших людей. Есть. Жду результат. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы мне звонили по поводу Сергея? Да. Капитан Белов. Извините, я немного опоздал. Ничего. Мы здесь будем разговаривать. Слушайте, у меня ремонт. Давайте здесь. Мы можем сесть в машину, если хотите. Да нет, не надо. Ермаков был вашим другом. Да. И у вас с ним был совместный бизнес. Да, но… Это давно было, мы же банкротились. Скажите, он мог с кем-то поссориться, кому-то дорогу перейти на фоне бизнеса? Ну, я сейчас так уж не вспомню. Да мы в последнее время как-то мало общались. Он мне не звонил, я ему не навязывался. Ну, в общем, как-то так. В последнее время, значит, вы мало общались? Да, но он не перестал быть от этого мне другом. А любовница у него появилась до того, как вы перестали общаться или после? Слушайте, какой-то отморозок убил моего друга. А вы выясняете, кто с кем спал? Слушайте, Кирилл, это моя работа, я задаю вопросы. Если вы не хотите отвечать, я вышлю вам повестку. Простой вопрос. Любовница у Ермакова появилась до того, как вы перестали общаться или после? Ну… Ира мне говорила, что он ее разлюбил. Я этому не верил. Все. Есть у вас еще вопросы? Больше вопросов нет. Всего доброго. До свидания. Сейчас я вам покажу одну хитрую комбинацию горячих клавиш. На все случаи жизни. Запомнили? Да. И потом, Вера Андреевна, ну, зря вы ползаете по этим сайтам, интересные знакомства точка ру. Там столько вирусов, я, конечно, почистил, но на будущее не советую. Вы все еще здесь молодое дарование? Ну да, у меня же испытательный срок. Можете считать, что он у вас закончен. Это почему? Вы мне не нравитесь. Владимир Александрович, я ж не девушка, чтоб нравиться. И потом, это не профессионально. А что, по-вашему, профессионально? Шпионить за сотрудниками? Выяснять, на какие сайты они заходят? Профессионально, по-моему. Дать мне задание и по результатам этого задания судить обо мне. Ладно, будет вам задание. Сами напросились. Извините. Скажите, а соседа из Восьмого вы давно видели? Кого? Леньку, наркомана нашего? Ну да. Да как его видишь-то? Господи, он же, он же днем всегда спал, он по ночам куролесен. А я человек нормальный, я по ночам сплю. Ну, это правильно. А скажите, а что-нибудь такое вы замечали? Такое? Такое? Да нет, вроде не замечала. Он на ночь куда-то всегда выезжал. Часов пять-шесть утра возвращался, дверью шарах, ножище по коридору бах-бах-бах. Ну, я всегда и просыпалась. Он один приходил? Вроде один. Хотя нет. На днях, слышу, подъехала машина. Дверь хлопнула, мужские голоса, мат-перемат. Ну, они ж по-другому не разговаривают. Один голос точно Ленькин был, а другой я не знаю. И вы его успели увидеть? Да. Я с собакой гуляла, а он из подъезда вышел, сел в машину и уехал. Ну, сможете его описать? Могу, могу. Но со спины. Вот. Тук-тук, девушка, скажите, а у вас что, официанты голодовку объявили? Официанты в ресторанах, а это столовая. Вот меню читайте, выбирайте. Столовая? Вот оно что. А кофе у вас есть? Растворимый. И все? Растворимый с молоком еще есть. Тогда просто черный. Пятнадцать рублей. Еще что-нибудь? Я даже не знаю. Вот там вот это… Как оно называется? Это у нас называется сырники. Сырники. Ну, дайте, что ли, штучки три со сметаной. Скажите, а у вас вай-фай есть? Кто? Да нет, никто. Спасибо. Вай-фай. Ну и гадость. Ну а как я найду машину, если она, говорит, большая и темненькая? Что это значит? Черная? Нет. Темно-синяя? Модель вы не знаете. Послушайте, я старый больной человек. У меня… Имейте терпение. Простите, Дарья… Михаловна. Очень хорошо. Как меня? В смысле, Михалыч. Вспомните, может быть, большая, маленькая, легковая, грузовая. Понимаете, вот в таких машинах во всех фильмах бандиты ездят. Вот. Это джип, что ли? Ну, откуда я знаю? О! Точно! Там еще веселька была кругленькая, на футбольный мяч похожа. Дамы и господа, на их домашнем компе я обнаружил парочку интересных файлов. Полгода назад умирает дядюшка, этого самого Ермакова. И ему отваливается нехилое наследство. Триста пятьдесят тысяч в мертвых американских президентах. Питьевато. Ну, в баксах, короче. Это одиннадцать миллионов двести девяносто тысяч рублей. По курсу тридцать один. Да. И еще флет в Москве. И две нехилые тачки. Флет – это квартира. И вот еще что. Оказывается, у Ирины, жены охранника, есть любовник. Ух ты! Это же Кирилл Самохин. Лучший друг ее мужа. А давно не? Два года. Двести тридцать два миллиарда. Это суммарное состояние двадцати самых богатых женщин мира. И только одна из них разбогатела сама. Все остальные получили наследство. Ручку поставь на место. А, ручку. Виноват. Привычка что-то вертеть в руках. Ну вот. Теперь все стало на места. Данилов, у меня есть для вас информация. Так что потом не говорите, пожалуйста, что я что-то от вас утаиваю или подставляю ваших сотрудников. Глеб Сергеевич. Наркоман наш, убийца. Контактировал с Кириллом Самохиным. Ну что, аналитики нас опять опередили. Раскопали, что этот Самохин любовник шины охранника Ермакова. А Ермаков этот наследство получил. Ну понятно, убили ради наследства. Сергеевич, мы Самохина будем брать? Глеб Сергеевич, а можно мне с вами? Что, очень хочется? Ну так. Но интересно все-таки. Ну, если интересно, тогда не надо. И дай Бог, что мне потом перед твоим отцом отвечать. Да не переживай, в следующий раз возьму. Ты лучше собери распечатку звонков Самохина в день ограбления. А потом не доложишь. Поехали. Спасибо. Ага. Глеб Сергеевич, это он. В Risky Эхи Хион Тормози, соб Trinity, тормози, говорю! Тормози, а кр sos b Тормози, собочки. Эй-эй! Тормози, он? Сергеич, ровней держи! Вышел из машины, Самохин! Все, сдаюсь. Повернись! Благодарю за службу. Я ничего говорить не буду. А нам пока и не надо. Стой, молчи и срок себе наматывай. Будет твоему адвокату чем заняться. Здрасте. Проходите, гражданин Лунёв. Становитесь, посмотрите внимательно и скажите, кто из этих людей приходил к вам в мастерскую три месяца назад. Вот он. Он у меня пистолет заказывал. То есть гражданин Лунёв указывает на человека, крайнего справа от него, правильно? Правильно. Ну что ж, Лунёв пока свободен. Спасибо. Продолжайте допрос. Ничего я не заказывал. Я вообще его в первый раз в жизни вижу. И Митрофанова этого я тоже не знаю. Я никогда его не видел. Ну а что, кричим-то? Соседка Митрофанова утверждает, что видела во сне. Она могла и ошибиться? Ну это вряд ли. У вас автомобиль слишком приметный. А вот это мы нашли в машине Митрофанова. Фрагмент шарфа, который сейчас на вас. Сергей! Михалыч. Михалыч. Распечатка звонков в красном отметил Самохина. Спасибо. Спасибо, Цветков. Пожалуйста. В пустах. В день нападения на ювелирный к Митрофанову поступил звонок с телефона, зарегистрированного на Самохина. Это же вы? Кирилл, ну вы же взрослый человек. И должны понимать, что чистосердечное признание всегда облегчает вину. Ладно. Расскажу. Молодец. Меня Ира подговорила. Это она все придумала. Серега наследство недавно получил. И она меня убедила, что нужно его убрать, чтоб потом его деньги получить. И она узнала, когда инкассаторы в зал приезжают. Ну, когда лучше грабить. В общем, она все и спланировала. Товарищ подполковник, я понимаю, что неправ, что сорвался на старшего по званию, и что Старыгин имеет право на меня… Я не понимаю, о чем вы. Я пригласил вас не для того, чтобы говорить о Старыгине. А о ком? Вы же знаете, что Глеб Сергеевич скоро уходит на пенсию. Его рапорт я уже подписал. Да я в курсе. Я предлагаю возглавить первый отдел вам. Вас я знаю как толкового сотрудника. Да и вам, я думаю, это будет интересно. Что скажете, майор? Ага. Какойcher. Ага. 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 Серега, а чего у тебя случилось-то, а? Куда ходил? Никуда не ходил. Со знакомым встречался. Понятно. Субтитры создавал DimaTorzok